И вот уже окончательно передаю слово Павлу Милославовичу. Эпигенетическая регуляция, формирование и хранение памяти. Пожалуйста. Так, сейчас попробуем. Так, видно первый слайд? Да, все нормально. Видно и слышно. И слышно хорошо, да? Да. Благодарю организаторов за предоставленную возможность. Но, собственно, учитывая, что это еще и в рамках школы, а не просто научная конференция, я, по сути дела, хотел поделиться именно проблемами, размышлениями, как мы можем выйти из ситуации, в которой мы на сегодня, и где очень много проблем. Все это относится, конечно, прежде всего к механизмам долговременной памяти. Как она формируется, как хранится, и вообще, что в нервной системе меняется. Как вы знаете, господствующая теория на сегодня, что память – это изменение эффективности контактов синаптических между клетками. Ну и, собственно, все на этом, по сути дела, ограничивается, потому что синаптическая пластичность замечательно изучена, и все очень хорошо. Но, кроме того, что есть очень много нестыковок, о которых я попробую рассказать, которые ставят вопрос совершенно по-другому. Прежде всего, я хотел подчеркнуть, что чем отличается эпигенетическая регуляция от генетической регуляции? Это принципиально важный момент, что все генетические изменения, которые есть, они бывают, они необратимы и связаны с изменением первичной структуры ДНК. Эпигенетические по определению обратимы и не изменяют первичную структуру ДНК. Вот это важнейший момент. И, по сути дела, учитывая, что память, как мы знаем, не передается по наследству, память – это то, что остается в нашей нервной системе, но может быть и стерта. Память может быть изменена. Это тоже довольно хорошо известно. Память пластична, мы можем переделать, что-то там останется, но как-то все это пластично изменяется, то есть обратимо. По определению уже можно сказать, память – это процессы эпигенетические, долговременные памяти. Кратковременные события могут не затрагивать вообще регуляцию экспрессии генов. Но остается все-таки вопрос. Конечно, есть локальные изменения в нейронной сети. С чем они связаны? Что вообще хранится долго? Замечу, долго, при том, что время жизни белков – это дни, а память почти неограничена. Что гомеостатические механизмы, они есть – метаболизма, синаптическая эффективность, они поддерживают возврат показателей к среднему уровню. Обязательно. Если нет возврата показателей к среднему какому-то уровню, нейрон, по сути дела, умирает. Он уходит рано вей куда-то в какую-то нелинейную область и выпадает из сети. И эти гомеостатические механизмы, они работают для каждого синапса, для каждого нейрона. Если не работают, нейрон умирает и выбывает еще раз. Что такое экспрессионный профиль нейронов? Почему это нейрон пирамида четвертого слоя, а рядом гамкорргический интернейрон? Потому что у них разные экспрессионные профили. И этот профиль определяется в антогенезе и считается постоянным у взрослых животных. То есть, с одной стороны, все эпигенетические изменения проходят в антогенезе. Из клетки стволовой, потом предшественник нейрональный. Вот он путешествует и под влиянием многих условий устанавливается определенный профиль экспрессии генов. Именно поэтому всего 8-9 лет назад, если мы говорим о том, что память связана с эпигенетикой, хором. Все ученые, которые связаны с пластичностью, которые с памятью, все говорят, ну что вы, эпигенетика это не специфика, это только в антогенезе. А у взрослых, когда уже готовый экспрессионный профиль нейрона, да, он чуть-чуть там что-то меняется, ну и все. Это больше ничего там не будет работать. Ну иначе там все поменяется, нейрон как бы вообще судьбу свою сменит и так далее. Все оказалось не так. Об этом я попозже скажу. У каждого нейрона, как вы знаете, от 2 до 30 тысяч синаптических контактов. Если изменения произошли в одном, в пяти, в ста контактах, какую роль это может иметь? Все равно меньше процента, существенно меньше процента, особенно если дистальные синапсы. То есть вклад синаптических изменений, он может быть ничтожен, хотя они безусловно происходят и правда не совсем понятно, как они могут храниться. А в то же время, если мы возьмем и изменим уровни экспрессии генов в нейроне, а известно, как это делать, если все это хорошо описано, то продукция какого-то белка, например, она изменится вдвое, втрое, в 10 раз. Это же ведь повлияет на работу абсолютно всех 10 тысяч, 20 тысяч синапсов. То есть на самом деле, если вам нужно изменить эффективность каких-то синаптических ходов, гораздо рентабельнее поменять что-то в регуляции экспрессии генов. И вы можете хором все входы-выходы этого нейрона изменить. То есть с точки зрения такой сетевой изменений коэффициентов синаптических связей, да, наверное, это как-то работает, но похоже, что это работает недолго. А для долговременных изменений это может и не работать. Я сегодня, по сути, хотел разобрать два вопроса. Локальные синаптические долговременные изменения, они могут избирательно изменять что? Ответы нейрона на некоторые стимулы. А вот долговременные изменения уровня экспрессии генов, они меняют все ответы. Но самое главное, они, по сути дела, меняют место нейрона в сети. Если раньше, вот до изменения каких-то информация шла через нейрон, она будет идти не через него и наоборот. Если повысилась эффективность, то будет через него идти информация. То есть как бы нейрон появился в сети, а раньше его и не было. То есть вот в этом разница. Один нейрон и один синапс. Ну, это условно один, это могут быть сотни синапсов, но все равно. О синапсах. Понятно. Да, если была лекция Семьянова, конечно, он показывал что-то похожий слайд. Семьянова должен был показывать с астроцитами, без которых, конечно, синаптические связи совершенно иначе работают. Но если говорить о пластичности, о памяти, которая может формироваться за минуты буквально, то роль глия напрямую в кодировке информации, ну, она как бы мала, потому что все-таки глиальные изменения – это десятки минут, часы. Но вот очень важно на вот этом слайде, это не мой слайд, но он мне очень нравится, тем, что здесь есть сбоку еще один синаптический вход от моноаминергических нейронов. Оказывается, и это очень важно, без таких входов никакие долговременные изменения пластичности не происходят. И это мало кто понимает. Обычно рисуют прессинапс, постсинапс, как они взаимодействуют, ретроградное влияние и так далее. А тем не менее, это чрезвычайно важный момент. Он подчеркивается еще и самыми простыми ситуациями. Как вы знаете, с 1949 года, когда вышла книжка Хебба, как-то всеми стало признано, что если прессинапс и постсинапс по отдельности активируются, то у нас синапс ослабляется. Так было постулировано Хеббом. Если же одновременно синапс увеличивается, прямо рисуют его как увеличенный. И были найдены и морфологические королята, и много-много-много доказательств, что да, в принципе, он работает. Единственное, здесь не оговорено время, на которое хранятся вот эти изменения. На самом деле, это не такое большое время. Но мне очень понравилось вот в обзоре в Current Ampelian Neurobiology, что они тоже нарисовали вот прессинапс, постсинапс, вот тоже Хеббовское там все. Но как обязательный дорисовали в ход G. Третий фактор, который необходим, ну, естественно, кроме глии. Вот этот третий фактор, который абсолютно необходим для того, чтобы любые изменения перешли в долговременную фазу. Это, ну, это можно, это психологической точки зрения, это награда, новизна и так далее. Вот, можно сказать, эмоции и все. А с биологической точки зрения, это нейромодуляторы. Дофамин, норадреналин, серотонин, даже ацеталхолин может быть. И вот без этого никакие долговременные изменения не работают. То есть три должно быть как минимум, кроме глии, с глии четыре факторов, которые влияют на это изменение. Это очень важный момент, он попозже, я еще раз обращу на него внимание, потому что, вот, ну, в частности, на тех моделях, которые мы используем, там, серотонин, это просто, если его отключить, то никакой памяти вообще не формируется. Это доказано многократно, практически на всех животных. Что удивительно и очень важно отметить, для обоснования, почему мы можем работать на простых моделях вроде улиток, это то, что синаптические механизмы филогенетически крайне консервативны. Это прямо удивительно, насколько они консервативны. Вот это схема на аплезе, на морском примитивном достаточно моллюске. И здесь есть и моноаминергические входы, как обязательно. Здесь есть все внутриклеточные системы, это глутаматергические синапсы, ампорецепторы, НМДА-рецепторы и так далее. Казалось бы, это все свойства млекопитающих, ничего подобного у многих животных, не у всех. Есть отличия у насекомых, есть свои отличия в каждом классе, особенно в высоко специализированном классе, такие как насекомые. Но, тем не менее, общие и биохимические системы, общая схема обращения к геному и потом опять от генома влияние на эффективность синаптической передачи, на выброс медиаторов про синапси. Молекулярные механизмы работают с очень высокой гомологией. Вот я попробую, да, этот слайд уже был, ответить на этот вопрос и, собственно, что происходит. И каким образом могут храниться долговременные изменения в одном синапсе очень долго. То, что изменения могут произойти, это да, но почему они могут храниться? Вот для примера возьмем как раз протонкиназу МЗ, которая известна, которая известна, что она кандидат в молекулы памяти и так далее. Вот здесь показана гомология ее у виноградной улитки, еще двух видов улиток, у дрозофилы, у крысы и даже у человека. И видите, что по многим доменам гомология просто очень высокого уровня. Это вот опять к тому, что я сказал, что консервативные механизмы в эволюции, и мы имеем право использовать модели, чтобы понять, как это все устроено. С протонкиназа МЗ это вот консервативная молекула, ферментная система, точнее, потому что это не, по сути дела, семейство молекул, производная гена протонкиназа ЦЗ. Она обладает уникальными свойствами, которые действительно позволяют назвать ее молекулой памяти. Почему? Прежде всего, синтез самого белка происходит в синапсе, не в телеклетке, не в отростках, а именно в синапсе. Туда доставляется МРНК, это и сам протонкиназа МЗ, она щепится из гена специальным образом, без регуляторной единицы. И только в синапсе снимается трансляционный блок специальным механизмом. Этот механизм связан с очень длительным и высоким повышением уровня кальция, который запускает шесть факторов. И получается, как бы, снятие этого репрессионного блока идет синтез новых молекул, добавочных. Молекулы встают на места, и оказывается, эти молекулы, они, собственно, сами не мембранные. Они управляют пятью другими молекулярными белковыми системами, которые связаны с доставкой ампорецепторов в мембрану. По сути дела, чем больше таких молекул, тем больше будет доставлено ампорецепторов в постсинаптическую мембрану. А это линейный показатель эффективности синапса. Чем больше ампорецепторов, тем больше эффективность данного синапса. Это хорошо известно и прекрасно изучено. И все было бы хорошо, кроме одного, что это опять белковые молекулы, это опять дни, недели. И потом она исчезает, они все метаболизируются. Как бы метаболический гемеостаз требует как-то вернуться к какой-то норме. И тогда вот это отличие данного синапса от других, оно начинает исчезать. Оно обязательно должно исчезнуть, если бы не было уникального механизма. У этой протонкиназы, когда она уже сформирована и стоит на своем месте, есть уникальный механизм через систему пин-белков. Он опять привлекает, обратную связь дает и заставляет молекулы МРНК транслироваться, которые репрессированы. Снимает трансляционный блок. То есть, с одной стороны, увеличить концентрацию в данном синапсе можно путем совпадения событий увеличения кальция, протонкиназа А, фосфолипаза, мапкиназа МТОР, активации систем. И если она увеличена, то каждая молекула практически неограниченное время будет воспроизводить саму себя. И в этом месте увеличение концентрации останется формально навсегда. То есть, до деления нервной клетки не делится, как вы знаете. Поэтому в этом месте вот эта синаптическая метка останется. Как бы решен вопрос о том, что локально можно изменить эффективность работы одной или десятков, сотен синаптических связей. И это изменение может остаться надолго. Все казалось бы очень хорошо. И это действительно происходит. Это показано. Показаны даже морфологические корреляты всего этого. Вот показаны и здесь вот как раз, что кроме этого оказалось семейство молекул. Поэтому одна не так важна. Но суть в том, что даже через три месяца после обучения, если вы в нужном месте заблокируете, чисто химически, с помощью эффективного блокатора молекулы протонкиназа МЗ, у вас память просто исчезнет. То есть вы как будто выдернули память, при этом животное способно обучаться, прекрасно живет и прочее. То есть есть специфика для памяти, никаких патологических изменений при уменьшении количества этой молекулы не происходит. И наоборот, вы можете увеличить, и у вас лучше проявляется даже стертая память. Это тоже хорошо экспериментально показано. Специфика этой молекулы в том, что не затрагивает нормальные физиологические каскады. И работа этой системы дополнительна к нормальному, к общему метаболизму нейрона. Вот здесь даже опять показано то, что, признаюсь, мне всегда очень не нравилось. Это то, что любую память всегда коррелировали с размерами синаптических шипиков. Но вот здесь то же самое, что если мы блокируем протонкиназу МЗ, то синапс уменьшается по размеру, меньше ампорецепторов. Если оверэкспрессии протонкиназа МЗ, то их становится больше сайтов, где сидят ампорецепторы. И синапс как будто бы становится больше. По крайней мере, функционально он становится эффективнее. Это-то правильно. Но все подсчеты, которые с появлением особенно двухфотонной микроскопии, которые велись на животных, иногда на целых животных, где отслеживали судьбу нескольких десятков шипиков в разные функциональные состояния до обучения, после обучения, во время сна, во время бодрствования. И всегда показывали, что есть изменения морфологии, увеличение, уменьшение количества, кластеризация шипиков меняется. Меня всегда это напрягали данные, потому что для меня это была некоторая аналогия с ЭЭГ. Как вы знаете, еще в 50-е, 60-е годы были очень большие надежды, что регистрируя электроэнцефалограмму, во время обучения мы поймем, что такое память. И какое было разочарование тех, кто это делал. Это делали в нашем институте в 50-е, 60-е годы, в лаборатории Ливанова. Очень прогрессивно для своего времени. Но абсолютно во всех стопроцентных случаях оказалось, что те изменения ЭЭГ, которые наблюдали во время формирования памяти, при сформированной памяти просто отсутствовали. Их просто не было. Понимаете, вот да, во время формирования идут изменения, все, а потом они куда-то исчезают, а память есть. Это до сих пор еще делаются такие эксперименты, и люди ищут маркеры в ЭЭГ. Но это говорит о том, что этот показатель невалиден для памяти. Он, да, отражает, что в нервной системе, в нервных сетях что-то меняется, но когда память уже сформирована, и она где-то там сидит, где-то есть какая-то материальная основа. Потому что мы даем животному стимулу, мы видим, что она помнит, память есть. В ЭЭГ вы не видите никаких отличий, ни в каких компонентах, вызванных потенциалах, ни в чем. Примерно то же самое, на мой взгляд, должно было произойти с синаптическими. И оно, на мой взгляд, произошло. Сейчас я попробую показать. Прежде всего, это еще связаны все проблемы с синапсами с тем, что никогда один синаптический шипик поодиночке не меняется. Вот здесь хорошая работа, она суммирует многие данные и измерение двухфотонной микроскопии, именно морфология шипиков и так далее. Показывает, что вот здесь мы красные стрелочки, мы застимулировали особенно синапс А, ну и рядом какие-то с ним получили С и так далее. Часть не получила. Что происходит дальше? Это было прослежено чисто визуально. Эти начали увеличиваться, которые получили подкрепления. Они стали действительно чуть-чуть крупнее, но соседние, особенно те, которые почему-то не получили, они стали уменьшаться и даже исчезать. О чем это говорит? Что опять вопрос гомеостаза. Если где-то у вас прибыло, то где-то, скорее всего, убыло. Тут мне вспоминается очень интересный эксперимент по выращиванию нейронов в культуре. Два нейрона, сенсорные и моторные, это нейроны беспозвоночных, формируют синаптическую связь. Там можно прямо с точностью до 10 минут проследить, как формируется синапс и промерить его эффективность, чисто воткнув электроды в прейв постсинаптический. И вот на третий день обычно такого роста культуры, и это многократно повторенный эксперимент, формируется первый бутон от одного отростка. Раз бутон сформировался, синаптический, 6 мВ эффективность, даете спайк, 6 мВ ВПСП. Замечательно. На следующий день прорастает соседнее волокно к этому же нейрону и формирует второй бутон, второй синапс. Сейчас дается прессинаптический спайк, амплитуда суммарного ВПСП, он уже как бы из двух компонентов состоит, потому что два бутона, 6 мВ. Когда был один, тоже 6 мВ, то есть каждый стал по 3. На следующий день прорастает третий. Вы думаете, там 9 мВ? Нет, там опять 6 мВ. Просто почему-то нейрон каким-то образом умеет ограничивать. Ему не нужно больше, чем 6 мВ в ход, 6-8 мВ. Это действительно очень редко от одного синаптического контакта больше, чем 6 мВ. И если прорастают другие, вот это и есть competition, соревнования. То есть этот стал эффективным, соседний стал менее эффективным. Пророс еще один, этот стал тоже менее эффективным. И вот это такая функциональная гомеостатическая, опять гомеостатическая норма какая-то. То, что нервная система старается вернуться к какому-то среднему состоянию, чтобы быть готовым к изменению в последующем. Оно есть, никуда от нее не деться. Оно достигает даже очень интересных явлений. От чего это зависит? Молекулярные механизмы. Если это, вот в мозжечке очень интересная работа была сделана, вам просто нравится, я ее вот хочу показать. Что если это долговременная депрессия, НМДА зависимая, то преимущественно вызывает уменьшение маленьких синапсов. А большие остаются. Если же это тоже галлютаматергический синапс, но метаботропные галлютаматные рецепторы, то совершенно другая картина, она другая. То есть меняется фактически всех. Она зависит от синтеза протеинов. Здесь получается другой процесс. Хотя синапс, можно сказать, один и тот же. Только в одном это НМДА рецепторы, а в другом метаботропные задействованы больше. При том, что обычно в одном и том же синапсе есть и те, и те. Но это два разных механизма. И они затрагивают разные. Если метаботропные, они идут по системе биохимии, нейрохимии к ядру, то НМДА они могут остаться в премембранной области. Там кальций входит, какие-то системы и так далее. Но разница для молекулярных систем получается очень большая. Это, в общем-то, и интересно, но и заставляет задуматься. Прежде всего, заставляет задуматься о том, какова вообще роль отдельного синапса. Есть ли роль отдельного синапса. Может ли один синапс быть важен? Или все-таки для нейронов важна какая-то суммарная проводимость между ними? И тут я хочу привести тоже пример, который я последние уже два года активно рассказываю. Это 18-е, по-моему, года работа. Где авторам опять выращивали нейроны и синаптические контакты между нейронами в культуре. Им удалось генетически флуоресцентными белками пометить все синапсы, которые уже есть. Потом с помощью аппликации серотонина, небольшой титонизации, можно выработать долговременную потенциацию классического ЛТП этого синаптического контакта между двумя клетками. Просто померить и померить количество бутонов вот этих синаптических контактов. Померили после ЛТП, их в два раза больше. Вот их в два раза больше. Все отлично. Дело в том, только единственное, что им удалось покрасить разным цветом старые синапсы, которые были до обучения. Их там было около 15-20. И новые. Их столько же примерно добавилось. 15-20. Почти в два раза идет увеличение количества синаптических контактов. Тоже, в общем-то, ничего удивительного. Да, это предполагалось в результате обучения. Да, пластичность синапсы образуется. Но дальше авторы сделали интересный ход. Они сделали депотенциацию. Это прием довольно известен. На простых системах это довольно легко. И все отработана технология. И в результате депотенциации, красная линия, количество синаптических контактов вернулось почти к прежней норме. Там где-то 120%. А было 180-190. Тоже неудивительно. Предсказуемо. Все хорошо, правильно. Кроме одного. Когда они посчитали, а какие синапсы элиминировались. Ну, логика была такая, что да, есть синапсы, которые были до обучения, добавились. Мы сделали депотенциацию. Ну, те, которые добавились, те и ушли. Оказалось, что это совершенно не так. Совершенно одинаково убавлялись и те, и те. То есть, опять, как бы нейронная сеть, ей важно общие, не общие, а как бы это сказать. То есть, коэффициент связи между нейронами важен. А какие конкретно синапсы, старые, новые, маленькие, большие, ну, это каждый раз определяется конкретными условиями. Но нет вот этой четкой зависимости. Вот новый синапс образовался в результате обучения, он и будет там хранить память. Получается, что это не так. Если в синапсе не хранится вот эта память, если это не важно, какой синапс, синапс, то зачем вообще синаптическая метка, синаптик тега-то, тоже это становится не очень понятным. То есть, вопросов, на мой взгляд, синаптической пластики все больше и больше. А вот совсем недавно, в 2020 году, вышла статья, которая прямо вот лозунг, не лозунг, а вывод статьи. Изменения в синапсах не хранят долговременную память. И статья из очень солидного и в солидном журнале опубликована. Двухфотонная микроскопия. Очень большой объем данных, но им удалось напрямую в корректных экспериментах с корректным поведением показать, что пространственное обучение, ну, они осторожно пишут, не всегда, потому что у них не наблюдались изменения, коррелирующие изменения, ни в плотности, ни в кластеризации дендритных шипиков на базальных дендритах пирамид С1 в гиппокампе. Единственное, так сказать, что эта работа может быть чуть-чуть, потому что они использовали, ну, самый точный способ подсчета шипиков – Гольджи имиджинг. Но он, конечно, имеет свою специфику, потому что там далеко не все нейроны, избирательность непонятна и так далее. Но, тем не менее, таких работ, как эта, это просто вот она прямо как вывод сделала, потому что ожидали увидеть как раз, наоборот, коррелирующие изменения, коррелирующие с памятью. Вот она и будет основа памяти. Но таких работ очень много. Они все очень осторожны, потому что, ну, как бы нельзя распространять на весь мозг то, что вы увидели в радиусе 100 микрон, что, да, изменения идут, изменения происходят в количестве, в кластеризации, в размерах шипиков. Но как только процесс консолидации памяти уходит или реконсолидации проходит, и память сформирована, все возвращается на круги свои, все возвращается к какой-то вот средней гомеостатической норме. С моей точки зрения, как физиолога, это очень правильно. Это означает, что мозг здоров, и нет никаких патологических изменений, и он способен будет учиться и дальше. Это все замечательно, ну, а где же тогда память? Где же она вообще хранится-то? Если она только формируется, то есть во время формирования памяти идут изменения в синапсах. Может быть, в каких-то, конечно, и есть, но тогда их очень мало, потому что их не видно вот в такого рода экспериментах, где сотни синапсов анализируют. Все, в общем, непросто, и я хочу как раз поговорить о долговременных изменениях уровня экспрессии генов, то есть эпигенетических изменениях в нервных клетках. Что это такое, что оно делает с нейронами, и что оно делает с нервной сетью? И насколько долго это может храниться? Вот отличие рассмотрения эпигенетического от синаптического в том, что мы не знаем, какой синапс. Когда мы говорим синапс, мы толком этот нейрон, соседний нейрон. Ну, где-то там вот синапсы, мы меряем их эффективность, или там морфологию и все. Когда мы говорим о эпигенетических, мы четко говорим, вот тело нейрона, и все его входы-выходы контролируются именно отсюда, из тела. И тут я хочу рассказать еще об одной очень интересной, важной работе. Я тоже ее часто последние два года цитирую. О переносе памяти. Это знаменитая для Питера, должен сказать, вещь. В 70-е годы я лично присутствовал на докладе питерского ученого в нашем институте, который пытался перенести память от одних собак, взяв гемолимфу у обученных собак, и введя в гемолимфу другим собакам. Просто гемолимфу. Пару миллилитров. И то получается, то не получается. Ну, как бы таким вот итогом этой работой было, что это не совсем физиология, потому что в тех экспериментах, где не было контроля, эффекты у них были, а там, где был контроль, эффектов не было, по сравнению с контролем. И таких экспериментов было довольно много, и не только в России, были и в Америке. Все они заканчивались странными очень результатами, малой воспроизводимостью. Прежде всего, это, как теперь становится понятно, было связано с тем, что они считали, что память эта белковая, хотя белки просто участвуют в ее формировании. Точно они нужны, новые белки и так далее. Но почему белок является хранителем памяти, не очень понятно. А вот в этой работе они обучили самую примитивную улитку, бьют током, и, собственно, она потом две недели почти на любой стимул, особенно в этой обстановке, то есть это обстановочный словно рефлекс, реагирует очень сильно. Это хорошо изученный вид памяти, но у всех животных есть классический фьер-кондишнинг на самом деле. А потом взяли фракцию той же гемолимфы, но только убрали все белки, оставили РНК, фракцию РНК. В расчете на микро-РНК. Почему? Потому что обычная РНК обычно очень быстро щепится, а вот микро-РНК живет долго. И ввели наивным, не обученным улиткам. Оказалось, что они на многие дни ведут себя точно как обученные. Но это бы еще ничего. Но они опять же взяли и эту фракцию микро-РНК, налили в чашку Петри, в которой выращена культура, вот небольшая сеть из нескольких нейронов, свойства которой изучены вообще вдоль и поперек, уже больше 30 лет, и моносинаптическая связь охарактеризована. И получили изменение активности синаптической связи препостсинаптического нейрона, изменение возбудимости от нейрона, точно такие, как после обучения. То есть фактически, вот в названии это отражено, что РНК из обученного животного может вызывать эпигенетическую энграмму долговременной синстезации у необученного животного. То есть те изменения феноменологические, которые мы видим в работе нервной сети, ну и отражающиеся в поведении, их можно перенести какими-то регуляторными факторами. Микро-РНК – это эпигенетический регуляторный фактор, довольно хорошо известный, не все механизмы понятны, но тем не менее то, что участвует в этой регуляции, это очень хорошо известно, и тут вопросов нет. заставляет задуматься, что нам не нужно никакие даже синапсы проверять, ничего, мы можем изменить свойства нейронов, соответственно, и свойства синапсов всех его, просто добавив каких-то эпигенетических регуляторов. Вот пределы этого на этой карикатуре, что если мы вот так вот научим, они всему научатся, то потом мы, да, будем чистить клетки нашим крысам по их требованию, а не по своему желанию. Что же такое эпигенетическая регуляция? Когда мы ближе, вот несколько лет назад столкнулись с этим, оказалось, что это очень сложный процесс, как всегда. Хотя звучит это в обзорных статьях, ну вот что мы взяли, модифицировали гистоны, и все у нас изменилось, память вообще появилась или исчезла, и таких работ феноменологических очень много. На самом деле это очень сложный процесс. На этом слайде как раз показано почти все, что бывает. То есть это хромосома, упакованный хроматин, намотан на гистоне нить ДНК, оно потом разворачивается, ДНК может метилироваться. Да, гистоны могут модифицироваться, метилироваться, ацетилироваться. Дальше идет транскрипция и считывание. Тут все транскрипционные факторы играют роль. Это тоже эпигенетическая регуляция. Дальше идет считывание. И здесь есть тоже определенная эпигенетическая регуляция, что считается. Оказалось, что процесс многостадийный, он эпигенетическая регуляция, и он как бы многоуровневый. И, наверное, это и правильно, чтобы, не дай бог, не вмешаться и не поменять в геноме что-нибудь в результате опыта. И вот я сразу хочу отметить, потому что тут были некоторые споры, недопонимания, что есть два вида. Это, в общем, школьное знание, но есть и проковалентные связи. Вот есть ковалентные связи, которые внутри одной молекулы. Это понятно. Это между атомами, связь и прочее. Но есть и протеин-протеиновые взаимодействия, которые, оказывается, не менее важны. Но они не связаны с свободными электронами. Они связаны именно с зарядами тоже, но не с свободными электронами. С зарядом взаимодействия крупных молекул белка. И они должны к информации свою, друг к другу подойти. Если она подходит, образуются очень сложные комплексы. Вот в эпигенетике работает в основном... Там есть кратковременные изменения и долговременные. Все кратковременные или пластические эпигенетические изменения, они обычно связаны белок-белковыми взаимодействиями, которые ненадолго. Пока время существования белка, тем более, что, вы знаете, белки, существуют всего несколько дней, недель. Эквивалентные взаимодействия ненадолго. И вот как раз с этим и связано, что метилирование ДНК – это будет надолго. А изменения в хроматине, тут тоже есть метилирование, ацетилирование, которые дают доступ к генам, к считыванию генов, для того, чтобы могла пройти сначала транскрипция, потом трансляция. Оно тоже бывает двух уровней, но более пластичное. Вот на белке вот это метилирование. Собственно, как тут уже сам финальный. Что такое ген включен? Хроматин должен быть деконденсированным, активным или открытым. Должны быть не метилированные цитозины. И наоборот, гистоны должны быть ацетилированы, и тогда они как бы не компактные гистоны. Есть доступ к считыванию с молекулы ДНК РНК. РНК полимераза, вот она идет и считывает. Когда же ген выключен, то, во-первых, конденсированный, замкнутый хроматин, метилированные цитозины в ДНК, и это как бы надолго. Это метилирование, оно надолго уменьшает уровень экспрессии гена, что ген не может быть доступен. И наоборот, де-ацетилированные гистоны, у них нет ацетильной группы. Я перескочу сразу от этого, от таких общих сведений по эпигенетике, к анализу данных, которые есть с начала 2000-х годов. Данных по роли эпигенетики в памяти, в компенсации патологий, в очень большом количестве процессов на самом деле. Оно суммировано в нескольких обзорах. И, можно сказать, есть фанаты эпигенетики, в частности, это Латаль и Вуд из довольно скромного университета в США. Но они много-много лет накапливали данные, эксперименты, которые не всегда подтверждались. Но суть в том, что на самом деле количество данных, которых проведена четкая корреляция, изменение ацетилирования гистонов, ну, например, как частный случай, и способности к обучению, улучшение обучения или ухудшение обучения, что корреляция есть очень четкая и практически на всех животных, на всех уровнях она теперь уже показана. И, тем не менее, вот даже я не понимаю, почему, но встречает мощное сопротивление, особенно от синаптологов, которые говорят, не хотим мы работать с общими такими вещами, общими изменениями в функционировании нервной клетки. Но факт есть факт, что если мы, и это показано, сейчас я покажу еще интересные примеры, изменим уровни ацетилирования просто гистонов, то есть фактически конденсация или распаковка или упаковка хроматина, вот, то мы получим совершенно разные памяти, что память, она может быть улучшена, усилена, если мы распакуем гистоны, и вот идет лучше. Если мы их упакуем, она либо обычная, либо даже, может быть, и худшая. При анализе этих работ, вот тут эта статья процитирована внизу, они даже пишут очень интересно, что когда мы с помощью феномена реконсолидации, когда мы напоминаем, и память вот точечно запускается процесс повторной консолидации, и память лобилизуется, вот похоже, что она лобилизуется тоже вроде бы, но это гипотетическая схема пока, тоже с участием ацетилирования гистонов. Но тем не менее, вот как бы, есть небольшое количество очень разбитых и неоднообразных данных, но можно и нарушить реконсолидацию, можно улучшить угошение, можно улучшить консолидацию. Все варианты тут возможны и вообще не все понятно. Но тем не менее, вот корреляция между уровнем ацетилирования гистонов, то есть это первый этап эпигенетической регуляции. Речь даже не идет о метилировании ДНК, то есть действительно изменение уровня работы генов, а идет просто о доступе к генам. Даже это очень хорошо работает. Работает именно как, что вот одна из статей, что изменение экспрессии гена гистонда ацетилаза первого типа в при Альцгеймере. Это просто показанный феномен, что да, оно меняется, оно ухудшается. И наоборот, ингибитор гистонда ацетилаз, бутерат натрия уменьшает уровень бета-амилоида и улучшает когнитивную память. Я должен сказать, что в начале 2000-х, где-то с 2004-го по 2012-й год, была серия патентов США на улучшение когнитивных состояний при патологиях, включая, кстати, последняя работа это по Паркинсону, почти при всех нейропатологиях и при деменциях. И применялись там самые простые, самые такие дешевые ингибиторы гистонда ацетилаз, как бутерат натрия, вольпроевая кислота. Более того, сейчас вольпроевая кислота как биодобавка используется врачами при шизофрении, при очень многих патологических состояниях, но только они не знают, что она делает, никто из врачей не знает, что вольпроевая кислота это мощный ингибитор гистонда ацетилаз. Тем не менее, как серьезное лечение это не используется. Мне кажется, мне удастся вам показать почему. Потому что мы тоже сделали серию таких работ, попытались найти гену мишени и охарактеризовать эпигенетические перестройки при формировании и хранении памяти. Хранение и вызова памяти напоминанием и так далее. Вот это всем мне очень нравится, потому что она хорошо показывает, что такое напоминание. Вот если мы при формировании памяти, у нас сформировалась какая-то сеть, она может быть не за одно применение, какая-то сеть красненькие нейрончики, вот они между собой лучше становятся связаны, работают синхронно, синфазно, как-то они работают вместе. И вот мы даем стимул, получаем какую-то реакцию, и животное помнит, и работает именно эта сеть. Если мы долго и не пользуемся, то вот эта синфазность работы этой сети, она так как бы угасает, угасает, угасает. Как только мы напоминаем, поступает стимул, который именно эти нейроны по каким-то причинам активирует, идет сразу извлечение памяти, ретривол, то что называется, и запускается процесс реконсолидации, во время которого опять зависимость от синтеза белка появляется, правда, всего на 4 часа. Если потом опять долго не пользоваться, опять все в какую-то гомеостатическую норму приходит, все очень хорошо. Но как только мы напоминаем, все опять эта система переходит в это состояние, и память при этом становится доступной для изменений. Что происходит в этот момент? Мы использовали в своей работе всегда, старались использовать именно это напоминание, потому что это точечно. Напомнить нужно 2 секунды крысы или несколько минут улитки напомнить о каком-то состоянии. для обстановочной памяти подольше чуть-чуть. Это точный процесс, и потом несколько часов идет повторная консолидация памяти. Она становится лобильной, уязвимой, зависимой от синтеза белка и так далее. Тут можно вмешаться и что-то посмотреть. Наша стандартная система это обычно по сути дела обстановочная оборонительная память. Мы бьем током животных улитку только когда она ползет по шару, который плавает в воде. Это одна ситуация. А тестируем потом в двух ситуациях в этой и просто тактильное раздражение и амплитуда втягивания щупалец. Просто видеорегистрация легкое тактильное раздражение здесь и здесь. Оказывается, что животные, если они до обучения, вот два столбика у одной и той же группы животных, до обучения не было разницы. Это в двух контекстах, в двух ситуациях мы мерили амплитуду реакции. Чисто амплитуду поведенческой реакции от дергивания щупалец. То после обучения, а обучение состояло в том, что в одном из контекстов били токов, а как обычно все поведенщики знают, что если мы возьмем 100 животных, крыс, улиток, школьников, из них 15 будут очень плохие у них показатели. Они будут где-то чуть-чуть что-то там есть, но вроде и нет. 75 обычно 80-85 процентов более-менее прилично. Вот прилично здесь хорошие ученики. Вот у них три группы даже было в этой серии. Три группы. Разницы между синим и бежевым столбиком почти не было. до обучения после обучения огромная разница. Видите, тут просто огромная разница. То у плохих учеников разница достоверна более-менее, но это уже на грани достоверности. Еле-еле. Что делают с плохими учениками, которые плохо учатся? Это 10-15%. Обычно просто отсаживают что крыс, что улиток, а с плохими учениками ничего не делают. просто балласт в каждом классе есть. Оказалось, что если просто им добавить бутерат натрия, ингибитор гистонда от стилаз, который доступен, есть, по сути ничего больше не делать, а просто на следующий день протестировать, их память резко вырастает у плохих учеников. Она почти сравнима становится с памятью хорошим учеников. Разница огромная. А, собственно, мы ничего не делали. Мы не обучали дополнительно. Это говорит о том, что память сформирована у тех, кого плохие проявления, но почему-то не может проявиться. И когда мы, по сути дела, здесь деконденсируем хроматин и даем больший доступ к экспрессии генов, в том числе и генов пластичности, генов, связанных с памятью, мы не знаем, какие конкретно это, один из кандидатов протенки называем МЗ, например, то как-то за несколько часов все это происходит и память как будто бы появилась. На самом деле она не появилась, она просто мы ее увидели. Вот этот эффект для нас он говорит об очень многом. А особенно что происходит с хорошими учениками, если им то же самое добавить бутеррат натрий, тот же сам ингибитор, но хорошим ученикам. Смотрите, что происходит. Вот эти три, они даже чуть меньше стали. Память не улучшилась, потому что некуда улучшаться. Мне кажется, что с этим связан неуспех ингибиторов гистонда от стеллаз в медицине, потому что стали применять не только тогда, когда есть возможность улучшения памяти. Гомеостатическая она еще есть, куда ей улучшаться. Она не на максимуме, как здесь, а когда на максимуме, некуда. И эффекта вы не увидите. А стали применять именно для случаев, когда вполне приличная память. Давайте мы улучшим. Не улучшите память. Она должна быть чем-то поражена. этих у плохих учеников как-то не дает проявиться. Видимо, какие-то другие факторы в эти дни, в эти часы работают. И у этих животных память не может проявиться. Мы ее не можем увидеть. Вот тогда они будут эффективны. И это классический пример эпигенетической регуляции, но вот такой. То же самое мы посмотрели на крысах. Абсолютно то же самое. Здесь просто мы добавили бутерат натрия, чтобы посмотреть уровень фризинга не изменится. Это обычные крысы, обычный фризинг, обычный фиро кондиционинг, контекст фиро кондиционинг. То есть обстановочная память. В первых сериях мы просто попробовали, нет ли эффекта введения вещества. Кстати, на улитках было сделано то же самое, я просто не показывал. Никакого само вещество не влияет. Да, на улитках у нас контролем было то, что вот этим, вот этой, это же одно и то же животное тестируется, и у него нет увеличения реакции на стимул, не связанный с памятью. Он не увеличился так же. то есть это специфическое влияние эпигенетического регулятора только в ситуации, когда есть память. Вот он должен помнить, что в этой обстановке били током, а в этой не били. Одно и то же животное совершенно разная реакция. И увеличение просто очень серьезное. Вот у крыс эффектов нет. А дальше вот такая же примерная ситуация, но только здесь мы мерили просто фризинг. Четыре группы животных. Первая и третья группа это контрольная. И они тоже поделены на две группы. По результату первого теста они были поделены на уровень меньше 40% фризинг. Всегда бывают плохие ученики. И у которых больше 60%. Вот вторая и четвертая группа. поделены на первые и третьи тоже. То есть первые две группы это плохие ученики, вторые две группы это третья и четвертая это хорошие ученики. Потом вот второй и четвертый ввели бутерат натрия. И вот плохие ученики из второй группы резко повысили свою память, как бы уровень памяти до уровня. А хорошие ученики практически ничего не произошло. Вот эти два столбика сравнить. Практически ничего не произошло. И это правильно. еще раз чтобы подчеркнуть что нужно применять эпигенетические регуляторы только в тех случаях когда какие-то проблемы есть. Вот как бы после обучения у крыс вот мы смотрим просто после обучения первый тест и через сутки второй тест. Это уровень фризинга. Ну вот это просто контрольное. Чуть чуть у всех похуже. но в среднем примерно так же. Но есть всегда животные у которых меньше 50-60 и которые выше. А вот мы взяли побольше группу животных и ввели им всем на трибутерат. Что произошло? Те у кого было ниже 60 у них у всех увеличился показатель. Они лучше стали помнить. А у тех которые выше он даже чуть-чуть мог ухудшиться или такой же остался. То есть это опять то же самое что эффекты избирательны. В зависимости того уже работает этот механизм или не работает. Если он почему-то заблокирован чем-то то эпигенетической регуляции можно снять этот блок. И это очень на мой взгляд интересно показательно и много обещающе. с помощью эпигенетических регуляторов можно восстановить память. Как обычно блокируют память в эксперименте. В данном случае я взял крысы. Три группы крыс до обучения уровень фризинга. Все то же самое контекстная память на болевой шок, на электрошок. после обучения у всех уровень фризинга очень хороший. Здесь нет плохих учеников. Потом двум группам ввели цикл гексимид и блокатор синтеза белка и напомнили об этой ситуации. То есть запустили реконсолидацию на фоне блокады синтеза белка. Что происходит? Происходит забывание. что контроль так и есть. А вот эти две группы, у которых была хорошая память, у них резко снизилась память. Они как бы реконсолидации не запустилась, память как будто бы исчезла. А дальше вот этим двум группам, которым вводили цикл гексимид, через сутки, еще 24 часа прошло, еще раз протестировали и ввели только одной группе, вот последней группе, бутерат натрия, ничему больше не обучая, просто напомнили. И тестировали еще через сутки. И оказалось, что есть восстановление, можно восстановить память, угашенную блокаторами синтеза белка, то есть не прошла реконсолидация, но какие-то следы остались. И вот если мы подействовали эпигенетически, значит мы можем как-то восстановить эту память. Это вот разница между этими группами, они пока не очень большие, но данные довольно четкие и демонстративные. Абсолютно то же самое, только другой блокатор синтеза белка на виноградных улитках. Разница между красным и синим столбиком это разница в обстановках, до обучения нет, после обучения огромная разница, они помнят где их били током, потом вводили на фоне напоминания об обстановке вводили блокатор синтеза белка, память у всех трех групп исчезла, нет разницы между столбиками. А затем всем группам с разными условиями вводили бутерат натрия, то есть эпигенетический регулятор. у всех память появилась, но второй группе с напоминанием, первый вообще без напоминания, второй с напоминанием, а третий даже еще одну сессию, еще одну электрошок. Разницы особой не было, то есть просто вот бутерат натрия, эпигенетические вот эти условия сменились и память стала проявляться. Контролем здесь служит то, что это же животное, вот синий столбик, в другой обстановке, буквально через 10-15 минут не проявляет ничего, то есть это не общий уровень тревожности, это не какие-то неспецифические явления, это чисто специфическое влияние на ассоциативную память. Все, казалось бы, хорошо, все красиво, все можно, можно восстановить память, но оказывается не всегда. И вот это тоже очень интересно. То есть всегда ли можно восстановить память? Вот оказалось, что возможность восстановления памяти, она резко зависит от того, какие блокаторы и в какое время вы применяете. Вот здесь довольно сложный эксперимент, один из последних, это еще не опубликованное, это на улитках, они уже как бы вот каждая группа, здесь вот по отдельности показана каждая группа, до обучения, после обучения и при всяких воздействиях. Ну, не буду вдаваться в детали, скажу только, что если в данном случае мы использовали блокатор серотонина, довольно неспецифический метеотепин, блокатор серотонина, а серотонин для улиток известен абсолютно необходимый фактор для формирования долговременной памяти. Если мы во время тестирования, во время реконсолидации вводим метеотепин и нарушаем память, то потом сколько не добавляй каких эпигенетических регуляторов в восстановлении памяти мы не видим. Если же мы одновременно с эпигенетическим регулятором, это вот вторая часть, одновременно с эпигенетическим регулятором добавляем метеотепин, то можно предотвратить ослабление. То есть они тоже могут действовать за счет каких-то факторов именно эпигенетических, но только если как бы есть что улучшать. Если уже нет чего улучшать, если во время реконсолидации все там погибло, погасло, сертонин не сработал, то соответственно не помогут вам факторы. Вот мы пытались свести все это на схему. Схема старая, сейчас мы чуть-чуть модифицировали, но суть в том, что если мы действуем на факторы типа ПКМЗ, это белок, он синтезируется в синапсе, или нитроксид, то есть выходные, которые уже определяют эффективность связи, работы нейрона, то, что мы видим потом в поведении, но все механизмы в ядре сохранились, то мы можем восстановить и угашенную память и так далее. Если же мы на вход, на рецепторы к серотонину поставим блок, то есть вот если вот сюда мы поставим блок, вот сюда куда-нибудь поставим блок, то на мембранном таком уровне, то все нормально, но если мы блокируем основной фактор, один из основных факторов для генерации долговременных изменений, а это вход через G-связные белки, выделение кальция, вызванное в данном случае серотонином, ну или другими моноаминами у позвоночных, дофамином, то собственно эпигенетическим регулятором в ядре нечего будет улучшать, и мы не увидим изменений. Это очень часто происходит, то есть я не анализирую все статьи, которые на эту тему, но разнобой там огромный, у кого есть эффекты, у кого нет эффектов, это связано, во-первых, с тем, с уровнем обучения, с возможностью улучшения памяти еще, если невозможно улучшить, вы не увидите эффекта и так далее, но это обычно, к сожалению, экспериментаторы не оценивают. это такой как бы вывод, что эпигенетические, да, тут очень важный еще момент временной, о котором я не очень сказал, но эпигенетические регуляторы работают во временном окне, они как бы открывают окно, что такое эпигенетический регулятор, он вот отстиллирует, детстиллирует, там, что-то происходит на какое-то время, а потом все возвращается к исходному состоянию, а исходное состояние, когда нет возможности изменения уровня экспрессии генов, вот это нормальный статус работы нейрона, это вот он в сети, он сидит, у него такая функция, такая у него, так сказать, профиль экспрессионный и так далее, при обучении происходит как бы открытие окна возможностей, вот, опять напоминаю, что вот при воспоминании, при ремайн, мы тоже открываем это окно возможностей, происходит как бы снятие тормозов, это даже официально называется эпигенетические тормоза, потому что оказалось, что в геноме образуются огромные протеин-протеиновые комплексы, которые сидят фактически на геноме, на молекулах ДНК и подавляют возможность изменения метилирования ДНК, ацетилирования гистонов, просто предотвращают. А внешние стимулы могут на время снять эти тормоза, тормоза снимаются, открывается окно возможностей, таинственный период консолидации, здесь вот в антогенезе критический период, а у нас как бы это 4 часа консолидации или реконсолидации, открывается окно возможностей, и если уж сумели, хорошо, нет, все вернулось к гомеостазу, а гомеостаз очень четкий, что гистонда, ацетилазы все ингибируют, и нет возможности изменять уровни экспрессии генов. Это вот проявилось вот это наши эксперименты по исследованию как меняется экспрессия генов мишеней, протонкиназа МЗ, молекулы памяти, при воздействии разных эпигенетических регуляторов. Ну вот, если очень коротко, то здесь просто можно видеть, что на 19 часов есть огромный выброс у одних членов семейства увеличение, у других уменьшение. Связано это с тем, что у этого гена, это вот конкретный ген, это на крысах уже, это ген протонкиназа ЦЗ, у него есть два промоутера, более дальний и ближний промоутер. Идет переключение с одного промоутера на другой, есть специальные эпигенетические механизмы регулирующие это, и вот это и связано с какой-то памятью. И она все-таки меняется только на определенном временном промежутке, ну, где-то около 20-24 часов. Это опять же говорит о том, что временной параметр, окно возможностей эпигенетическое, это очень важный момент. Без этого мы, если не учитывать временные параметры экспрессии, можем вообще не увидеть никаких изменений или наоборот снижения экспрессии какого-то целевого гена вместо увеличения. Ну, и как вывод message to take home, это, что память результат активность зависимых эпигенетических изменений, регулирующих экспрессию генов в элементах нейронной сети и регулирующих место нейрона в сети. Ну, вот, это уже, что мы собираемся делать, мы собираемся попытаться анализировать эпигеном с помощью специальной системы через ДЭДКАС. Вот, спасибо за внимание и берегите свой эпигеном. Спасибо. Павел Миласович, член-корреспондент Российской Академии Наук Институт Высшей Нервной Деятельности и Нервной Физиологии. Коллеги, у нас, на самом деле, совсем скоро должен быть доклад Татьяна Владимировна Чернимовская. Давайте, вот, пару вопросов мы сейчас можем, наверное, задать, а остальные давайте отнесем на круглый стол, там как раз будет хорошая возможность. Сейчас, в чате есть, но если есть, вот, в онлайне, коллеги. Поднимайте руки или прямо вот включайте микрофоны. Можно задать вопрос? Конечно. Павел Миласович, если я правильно понял, получается, что вот в отношении механизма в памяти молекулярная биология работает, а вот в морфологии, там вот эти шипики синаптические не очень как-то, да? Да нет, все работает, временные параметры. Изменения есть, но если вы возьмете время дни, то вы их уже не увидите. А если возьмете часы, будут замечательные, только непонятно, с чем это будет коррелировать. Это не память, а процесс формирования. Процесс формирования, да? То есть, когда память все возвращается как бы... Ну, как бы вот есть какой-то гомеостаз, к которому должен организм вернуться, иначе он не будет в норме. Спасибо. Перенесите мне сюда. Можно вопрос один задать? Татьяна Владимировна. Да, здрасте. Здрасте. У меня вопрос вот какой. Вы сказали, что окно реконсолидации 4 часа. Это для кого? Это зависит от уровня на эволюционной лестнице, так сказать? Вы знаете, получается, что нет. Нет, известно, хорошо, мы замеряем все это. Он оказался одинаков, потому что молекулы, участвующие, одинаковые. Ферментные системы, она одинаковая. Конечно, немножко зависит, потому что температура у млекопитающих все-таки 36, а холоднокровные они у нас комнатные. Наверное, чуть-чуть зависит, но похоже, что дольше может быть это у холоднокровных животных. Но в целом это часы. Примерно этот диапазон, да? Да. Я знаете, почему спрашиваю? Я как бы из совершенно другого угла комнаты вылезаю. Вот я недавно узнала на одном съезде, что разница в скоростях усвоения материала у школьников внутри одного класса может разниться в 8-10 раз. Я была потрясена просто. Честно говоря, я не знаю, откуда они взяли вот эту информацию. У меня сомнения есть. Но вряд ли они буквально так уж прямо придумали. Значит, что-то же есть. 8-10 раз. Это же не шутка. И вообще, что с этим делать тогда? То есть, здесь вопросы выходят на сцену, связанные с ненавистной мне политкорректностью и так далее. Просто есть разные существа. Есть тупые, есть умные, есть гениальные. Ну вот, Татьяна Владимировна, Дайте им бутеррат на 3, все будут с одинаковой скоростью. Это был мой следующий вопрос, на него ответит. Нет, похоже, что так, потому что мы всегда считали, что плохие ученики, но их надо отсадить, с ними уже ничего не сделаешь. Вот. А вот получился совершенно неожиданный факт. Признаюсь, у нас просто не было хороших, когда два месяца нужно было ждать новых крыс. Поэтому взяли и вкололи, что у нас было из-за генетических регуляторов, получили фантастические результаты. Фантастический результат, да, абсолютно. Да, да. Спасибо, здорово, очень интересно. Юрий Меевич, подним руку, пожалуйста, если включите экран. Павел подразумевается, что оно должно быть. Нет, замеров от стеллированных гистонов это довольно сложно. А так как это очень сложные эксперименты, многодневные, то вот эти замеры сделать корректно во все времена на больших группах, это просто гигантский объем работы, а работает еще даже у нас не опубликована большая часть. А можно я небольшой комментарий к этому как раз вопросу скажу? Это Наталья Николаева. Николаева, мы вот, это все, что вы говорите, Павел Минозалович, это просто ложится прямо как бальзам на мою душу, потому что очень хорошо с нашими всеми экспериментами, так сказать, совпадает по контексту и по содержанию. Мы занимаемся изучением вот регуляции фермента депрелизина, который регулируется вот этими гистондиацетилазами. Вот в нормальном активном состоянии на промоторе этого гена сидит транскрипционный фактор и сидит и ген работает и много фермента, а когда там гистондиацетилазы вокруг ингибируют ацетилирование гистонов, ген плохо работает. У молодых вот это вот все хорошо для кухни работает, гены вот эти все активно и туда встраиваются и вот эти самые все факторы. У старых в основном сидят гистондиацетилазы и туда, чтобы пробиться к этому промотору, нужно их очень сильно заингибировать. Но это даже не в том. Если взять вот этих молодых, которые, как бы-то вы говорите, плохие ученики, хорошие, у нас есть крысы, которые перенесли пренатальную гипоксию и у них вот эта вот активность экспрессии этого гена снижена. Так вот у них вот этим вольпратом натрия мы хорошо регулируем активность непролизина, потому что там как раз эта вся кухня и есть. Там у них мало этого ICD, много гистондиацетилаза, мы ее ингибируем, ICD садится на промотор, это мы все показали. И к вопросу о том, что там ацетилирование, да, и мы посмотрели, и там действительно меньше ацетилированных гистонов, когда вот у нас гипоксические животные подействовали вольпратом, ацетилирование повышается, там больше ICD сидит, и все это плавненько работает. И обучение у них улучшается, и количество дендритных шипиков у них больше. Здорово. Так что все, прямо с вами мы поем душа в душу. Спасибо. И очередной грант родилась. Да, да, это прям совместный грант. Так, коллеги, огромное спасибо. Значит, во-первых, мы с Павлом Насовичем надеемся не прощаемся сегодня, а вот если здоровье позволит, то он будет на крупном столе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok